Россия потеряла стратегический бомбардировщик. Ту-22М3 мог быть сбит украинскими военными на предельной дистанции. Пропагандистка Скобеева, как на духу, выдала всю правду о том, как она и все вокруг врут за деньги, манипулируя фактами в пользу государства. Наступление российской армии продолжается, а в Крыму была уничтожена батарея ПВО С-400. Разберем актуальные военные события недели. С вами Ян Матвеев и передача «Военное положение». Вчера в Ставропольском крае упал российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Самолет вошел в плоский штопор, его падение удалось заснять. Из четырех членов экипажа двое погибли, еще двое ранены. Спустя более суток все еще достоверно неизвестно, что стало причиной падения, и есть три версии. Первая – это техническая неисправность, на ней настаивает Министерство обороны России. Вторая – уничтожение самолета украинским ПВО. Украинская сторона как раз настаивает на этом. Глава разведки утверждает, что они ожидали выход самолета на необходимый рубеж целую неделю, и цель была поражена на расстоянии в 308 километров ракетой комплекса С-200. В таком случае это первое сбитие Ту-22М3 за всю войну. Третья версия – уничтожение бомбардировщика дружественным огнем. Но в это сложновато поверить, все-таки их маршруты более-менее одинаковые, самолет не мог внезапно появиться на радаре, взлетают они в глубоком российском тылу, не подлетают близко к фронту, летят на большой высоте, так что в целом версия с Friendly Fire кажется наименее реалистичной. Ту-22М3 используется для запусков крылатых ракет по украинским городам, и в этот день он тоже пускал скорее всего Х-22 или Х-32. Таких самолетов у России достаточно много, и потери одного никак не скажутся на общей боеспособности стратегической авиации. Но это серьезный удар по репутации, и он может заставить ВКС действовать еще осторожнее. На фронте российская армия продолжает владеть инициативой. За эту неделю они смогли провести новую атаку в районе Очеретино. Долго боролись за Бердычи и безуспешно, поэтому в итоге решили пройти севернее вдоль железной дороги. Вот это кадры с восточной окраины поселка, там находится электроподстанция. Очеретино сообщают, что первый российский штурм был отбит, однако надо ожидать продолжения. Вот это как раз бегут российские солдаты. В этом тактика российских войск сейчас создавать небольшие прорывы на полкилометра, километр, может быть меньше, до населенных пунктов, такие выступы фронта. А уже затем постепенно занимать территорию между этими выступами и таким образом захватывать новые и новые участки украинской земли. Что касается Часово-Яра, то там идут бои на окраинах. Есть первые свидетельства о выходе путинских частей в район гаражей на улице Горбатого в микрорайоне на востоке города. Город все так же массировано обстреливают, бомбят тяжелыми фабами. Вот на ваших экранах, пожалуйста, одна из таких бомбежек. Интересное событие происходит в районе Красногоровки. Там, видимо, засел какой-то безумный инженер-строитель, который создает танки-черепахи один за другим. Вот еще один такой танк вашему вниманию. На кадрах с места атаки танк смог проехать по маршруту до Красногоровки и вернуться. Но давайте посмотрим на него получше. Видите огромную антенну? Это РЭП, который и защищает танк от ФПВ-дронов. А снарядов, чтобы подбить танк фугасом ВСУ, не хватает и, видимо, не было совсем. Вот еще кадры с близкой дистанции. Навес собран из дерева и жести и защищает только от мелких осколков. Также он работает как разнесенная броня. То есть, когда кумулятив на том же ФПВ-дроне попадает в него, то он взрывается далеко от основной брони и пробить ее уже не может. Кумулятивная струя просто не долетает. Ну и навес будет разрушен, конечно, от такого попадания. Защита, ну, не очень многоразовая, честно говоря. Я помню, Z-блогеры писали, что украинских танкистов заваривают в танках, а потом посылают в атаку. Ну, а тут, похоже, уже российских пехотинцев заколачивают в этих самых танках. Они залезают в этот домик, дверь закрывают и вперед в атаку. Еще одна важная тема недели – удары по аэродромам. С обеих сторон ВСУ ударили по базе в Джанкое, в Крыму. Дистанция до линии фронта около 150 километров. Взрывы были очень серьезными, а позднее появились кадры с места. В итоге уничтожена целая батарея С-400, которая прикрывала Крым. По спутнику видно, что минимум четыре машины взорвались, три или четыре пусковых и, вероятно, один радар. На аэродроме есть и другие места попаданий. Целями были именно системы ПВО. Самолеты не пострадали. Чем ударили? Вероятнее всего, ракетами Атакамс вот такие кадры запуска были опубликованы позднее. Но если так, то это не новая поставка, а остатки той самой первой партии в 20 ракет. Это точно были не дроны. Могли еще применяться, конечно, крылатые ракеты Storm Shadow. Так или иначе, ПВО Крыма снова получила существенный удар. Не первый раз С-400 там уничтожают. В свою очередь, российские военные ударили по аэропорту Днепр, где стояли истребители МиГ-29. Атаковали ракетами Искандера с кассетной боевой частью. Вот хорошо на этом видео видны разрывы этих самых кассет. Судя по кадрам, все три машины украинские должны быть серьезно повреждены осколками. Не уничтожены, но вряд ли их можно быстро восстановить после таких всех повреждений. Получается, украинские военные допустили ошибку, поставив МиГи так близко к линии фронта в зоне ударов ракет. Без ангаров, без ничего, без какого-то прикрытия, маскировки. Однако, давайте вспомним похожий случай, когда Ланцет, дрон Камикадзил российский, атаковал украинский Су-25. Вот это кадр как раз с его видеокамеры, с дрона. А в итоге этот самолет оказался макетом. Видео, которое у нас сейчас есть по поводу МиГ-29, оно довольно мутное и снято издалека. Могли ли там стоять именно макеты вместо реальных самолетов? Ну, в целом, да. Могли ли это быть старые самолеты, которые используют как доноры запчастей? Ну, чуть менее вероятно, но тоже возможно. Но не исключено все же, что атакованы реальные летающие МиГ-29 и тогда это очень-очень серьезная потеря для ВВС Украины. Наконец, еще одна атака не по аэродрому, но по радару, причем очень непростому. Украинские беспилотники атаковали за горизонтную РЛС-29Б6 контейнер в мордовском Ковылкино. Этот радар предназначен для обнаружения целей на дистанции до 3000 километров и является в том числе важным элементом защиты на случай ядерной войны. И в целом, это система контроля воздушной обстановки, она может отслеживать огромное количество целей, объектов. Судя по спутниковым снимкам, линия вот этих антенн, такая длинная, протянувшаяся на многие сотни метров, была поражена. Вот, пожалуйста, сгоревший участок выделен. Ну, вероятно, это как минимум на время лишит российскую ПВО серьезных возможностей. Ну, наверное, антенну все-таки восстановят через какое-то время. Давайте посмотрим на линию фронта в целом. На Купинском направлении, а также в районе Тернов все в целом стабильно. Основные события происходят на Донецком фронте. Российские войска ведут штурм восточных окраин Часово Яра, город находится под массированным обстрелом. Южнее это район Авдеевки, путинские части прорвались Кочеретина, обходя Бердыча с северного фланга. Также идет наступление на Яснобродовку. Продолжаются бои за Красногоровку. Город жестоко бомбят и обстреливают, но пройти дальше российские части пока не могут. Остановились на окраине. Запорожский фронт в целом стабилен. ВКС России активно сбрасывают фабы с УМПК. На Углидар, Старомайорская и Урожайная. Бомбят и обстреливают. Также Работина. Недельные потери российской армии все еще остаются выше, чем средние показатели за 2022 год. Всего удалось найти более 51 тысячи имен погибших. Самая большая категория среди них это бывшие заключенные. 18% или более 9 тысяч человек. Еще 13% так называемые добровольцы, 12% мобилизованные. Профессиональных военных среди потерь едва набирается половина. Но, как видим по ситуации на фронте, нехватка людей не является критической проблемой для российской армии. Мясные атаки малыми группами все еще активно используются в наступлении. Отсюда можно сделать два вывода. Во-первых, людей в целом хватает, а во-вторых, их никто не жалеет. К ним относятся как к расходному материалу. У ВСУ, напротив, есть нехватка солдат. Во вторник Зеленский подписал закон о мобилизации, который очень долго обсуждался в Верховной Раде. Так что теперь мобилизация в Украине усилится. В течение 60 дней все военнообязанные должны уточнить свои сведения воинского учета. При этом около 650 тысяч мужчин призывного возраста покинули Украину. Большинство из них нелегально пересекли границу. Теперь о технике. Всего за 786 дней войны российская армия потеряла 2944 танка и 5629 бронированных машин, в том числе БМП, БМД, БТР, МТЛБ и другие. Уничтожены или захвачены 1078 артиллерийских орудий САУ, а также 369 реактивных систем залпового огня. Сбиты 109 самолетов и 136 вертолетов. За неделю потери увеличились на 24 танка, 52 бронированных машины и 2 артиллерийских орудия. Сергей Шойгу посетил завод Омск Трансмаш. Там выпускают танки Т-80 БВМ и тяжелые огнеметные системы ТОС. Это не абсолютно новые машины касательно танков, а глубокая модернизация. В цехах видны старые корпуса танков, которые полностью разбирают и собирают заново, ставят новый двигатель, новое орудие, ну и соответственно всю электронику, там система управления. Можно насчитать около 30 машин на разной стадии производства на этих кадрах. В месяц завод поставляет армии от 10 до 20 танков Т-80. Но их количество будут увеличивать, как заявлено. Производство тяжелых огнеметных систем уже выросло в два с половиной раза по сравнению с прошлым годом. Новые танки сразу оборудуются мангалами, Шойгу их так и называет, и глушилками от тронов. Также министр обороны России провел встречу с российскими производителями беспилотников. Они заявляют, что готовы выпускать аж до 500 аппаратов в месяц. Шойгу анонсировал создание целого конструкторского бюро по производству дронов. Мы сейчас будем делать центр научно-производства, одновременно КБ по всем беспилотникам работы техники. Тех надо собирать, собирать. Пока ребята появились, слава богу, мы сейчас собирать, комплектовать, они развиваются, хорошо финансировать. Ну вот сделают большое бюро и будут большими уже масштабами пилить деньги на дронах. И, естественно, это будет негативно сказываться на поставках этих самых дронов. Ну что, конечно, хорошая новость для ВСУ и, наверное, всего цивилизованного мира. Недостаток техники в российской армии все еще остается заметной проблемой. Но нельзя игнорировать то, что ее производство в целом постоянно увеличивается и российские власти так или иначе находят разные способы, разные пути производить все то, что необходимо. Тем временем в украинской армии к 20 апреля потеряно 790 танков и 1898 бронированных машин. Уничтожены 520 артиллерийских установок и 62 системы залпового огня. Подтверждены потери 84 самолетов и 43 вертолетов. Германия отправит Украине еще один комплекс Патриот. Об этом стало известно неделю назад. Причина очевидное увеличение российских количества российских авиаударов по Украине. Ранее Германия уже передавала две батареи Патриотов. Вот сейчас еще одну батарею обещают. Словакия отказалась поддерживать чешскую инициативу по сбору средств на снаряды для Украины. Помните про 800 тысяч снарядов? Здесь стоит уточнить, что отказалось правительство Словакии. Премьер-министр вообще выступает только за переговоры с Путиным. Ну и что? Собрались в итоге сами Словаки, жители, граждане страны. И за два дня собрали 2 миллиона евро. О таких историях всегда, конечно, приятно рассказывать. Но главным вопросом сейчас остается выделение помощи Соединенных Штатов. Сегодня Конгресс должен рассмотреть законопроект на почти 61 миллиард долларов помощи Украине. Никаких гарантий принятия по-прежнему нет, но вроде бы большинство сенаторов и членов палаты представителей готовы за него проголосовать. Если это случится, то в целом решение должно быть принято, судя по всему, уже завтра. И Пентагон, к тому же, обещал как можно быстрее этими деньгами воспользоваться и подготовить самые первые поставки вот уже в ближайшее время, не затягивая этот процесс. Сейчас сложно переоценить значимость этого события для украинской армии, потому что почти все поставки прекратились. А своего производства, конечно, катастрофически не хватает. На этой неделе российская армия снова обстреляла гражданские объекты в Украине. Есть пострадавшие. В начале недели атаковали Запорожскую область. Там погибла женщина и ранен еще один мужчина. Артиллерийские обстрелы в очередной раз пришлись на жилые дома. Авиабомбу скинули на Береслав. По данным местных властей, всего от удара пострадали 15 человек. Обошлось без погибших. Но жертвы есть после атаки по Северску в Донецкой области. Там погибли четверо мужчин. На этой неделе российские военные обстреляли 7 населенных пунктов в Донецкой области. Повреждено как минимум 63 гражданских объекта. Чернигов пострадал от мощного ракетного удара. Именно трех ракет под обстрел попал отель, где по неподтвержденной, непроверенной информации могли находиться украинские военные. Также пострадали многоквартирные дома рядом. Погибли 18 человек. Еще почти 80 человек пострадали. Еще на неделе два человека погибли в Днепре и шестеро в Днепропетровской области, в Синельниково. Среди погибших двое детей и везде несколько жилых домов либо разрушены, либо серьезно повреждены. В Павлограде удар пришелся по инфраструктурному объекту, а также под обстрел попали объекты украинской железной дороги. Пострадали несколько железнодорожников. Под Днепру и области удары наносились ракетами Х-32. Они вообще предназначены для того, чтобы бить по авианосцам, а не по жилым объектам и мирным жителям. Все это, безусловно, самые настоящие военные преступления. Откровение недели — это, конечно, Скобеева. Оказалось, что эта матерая пропагандистка иногда вполне себе способна говорить правду. Обратите внимание, происходить может одно и то же событие, но интерпретация этого события имеет значение. Это их интерпретация, наш удар по Харьковской области, проявление агрессии. Для нас все то, что мы сейчас делаем в Харьковской области — это создание санитарной зоны. Вот оно как. По словам Скобеевой, убийство людей в соседней стране можно интерпретировать. Кому-то горе и трагедия, а для нее — создание санитарной зоны. Прямо языком Гиммлера заговорила, вдумайтесь, она буквально говорит, что убийство жителей Харьковской области — это создание санитарной зоны. Трактовать, оказывается, можно по-разному. И если мы с вами считаем себя патриотами, то лучше относиться к государственной точке зрения и работать на государство. Это тоже кто-то назовет наверняка пропагандой. Но это будет пропаганда здравого смысла, пропаганда интересов твоей страны, пусть даже и агрессивное навязывание интересов твоей страны. Вот она, их любимая манипуляция. Государство — это лишь организация, а родина — не жопа президента, как известно. Настоящие патриоты страны хотят ей процветания, мирной жизни. А врать и подстраивать свое мнение под нужды одного конкретного вождя, который подмял под себя все государство — это удел самых трусливых и никчемных негодеев. Скобеева даже признается, почему она так делает. Продажная мразь даже не может допустить возможности, что вообще-то люди стараются говорить правду. И правда им нужна. Объективная, которая превосходно существует. Но в мире Скобеевой существует только ложь за деньги, которой она и занимается по своему уже собственному признанию. Да еще и называет это патриотизмом, пытаясь оправдать свою мразотную продажность. Вот хороший пример такого отношения к объективной информации. Крейсер Москва затонул два года назад. Власти и пропаганда всеми силами старались замолчать эту катастрофу и сообщили только об одном погибшем и 27 пострадавших. Теперь же в Севастополе спустя только два года открыли памятник погибшим морякам. На мемориале 21 фамилия, многие 2000-2003 года рождения. Церемонию постарались провести максимально тихо. Даже родственников, других членов команды не приглашали. Такое вот абсолютно позорное отношение к погибшим. Вот еще одна история про отношение к военным. Стало известно, что в Уссурийске группу военных с тяжелыми ранениями насильно держат в части, чтобы отправить обратно воевать в Украину. По словам родственников, у них забрали все документы. Мой сын участвовал в спецоперации, получил ранение, является ветераном боевых действий, но не получил ни лечения, ни комиссии ВВК не дают пройти, ссылаясь на то, что он может списаться. Вот так вот уже отправляют даже тяжелораненых обратно на фронт. Возможно, не потому, что людей прям совсем не хватает, а просто не хотят вообще никого отпускать, чтобы воевали прям до конца. Ну, а какой конец на фронте, мы все знаем, это, конечно, смерть. А детей решили привлекать к работе на оборонных заводах. А то скоро лето, детей нужно чем-то занять. Ну, не к экзаменам же, в конце концов, готовиться не отдыхать же. Такую практику в Татарстане мы уже знаем. Так собирают дроны подростки в Алабуге. Ну, а потом, естественно, пропаганда будет кричать, когда, скажем, по какому-нибудь заводу ударит там украинский беспилотник, они будут рассказывать, что вот, украинцы бьют по детям. Вообще-то, участие детей в военном производстве, ну, лично я не могу трактовать иначе, как преступление, по сути, военное преступление, которое совершается теми, кто этих детей туда, на этот военный завод отправляет. Еще одна совершенно безумная новость про детей. Журналисты агентства выяснили, что в школах решили массово проводить мероприятие к выдуманной памятной дате, так называемому Дню Единых Действий в память о геноциде советского народа. Слышали когда-нибудь о таком празднике? Ну, вот я тоже не слышал. Школы опубликовали фотографии с этого мероприятия, и, честно говоря, выглядит это, ну, как-то жутко и очень трагикомично. Детей ставят на колени, выстраивают и даже выкладывают в форме пятиконечных звезд. Это у них теперь такой символ охраны и безопасности. Нет, ну, понятно, что когда вызываешь демона, надо, конечно, стоять внутри пентаграммы. Это, мне кажется, всем известно вообще. Ну, вот такой вот бытовой сатанизм в школах. От этого даже обалдели депутаты. И они ничего не поняли и спросили у Минпросвещения, что это за такое сверхвоспитание. Потребовали объяснений. Ну, и посты с безумными фото детей в итоге эти школы удалили. Вот такая получилась неделя. Посмотрим, примут ли американцы свой пакет помощи Украине. По идее, это может довольно серьезно изменить расклад сил на фронте. А сегодня для вас работали Ян Матвеев, Владлен Лось и большая команда за кадром. Всем спасибо. Обязательно поставьте лайк. Это помогает продвинуть ролик. И на Patreon подписывайтесь. Как вот эти прекрасные люди. Сейчас они на экране. Спасибо вам большое. Ваша поддержка очень-очень важна. Увидимся. Продолжение следует...